Канцлер Германии Шольц пообещал создать самую большую армию в Европе среди стран НАТО. Видите, как здорово. То есть, говорят, мы не можем давать Украине оружие, потому что нам нужно создавать самую большую армию в Европе, потому что угроза с Востока. То есть, немцы долгое время, я думаю, что лет 10 не знали, под каким предлогом начать милитаризацию. Ну да, потому что их все время обвиняют в том, что они там опять рейх хотят четвертый построить, чтобы их не обвиняли, они от Востока защищаются. Теперь можно совершенно спокойно создавать этот четвертый рейх, а так и получится создать четвертый рейх, потому что мы сейчас и движемся в кибертирании, и в кибертирании милитаристской государства, конечно, будет четвертым рейхом. И понятно, что там будет диктатура жесточайшая. И есть повод, во-первых, отказать Украине, сказать, нет, мы тут, видите, сами вооружаемся, поэтому вам ничего не дадим. И кибертирания, я вижу, в Германии неизбежна, абсолютно неизбежна. То есть, никакой демократии там не будет. Там будет кибердемократия, я имею в виду. Да, там будет представительная демократия, там будут выбирать опять, да, и так далее. Это будет очень смешно. Будут сидеть в ошейниках и выбирать. Так что, в общем-то, неизбежна кибертирания, неизбежен четвертый рейх. Только вот немцы его точно не возглавят. Но совсем другие люди возглавят. Те, кого мы называем международной преступной группировкой. Поэтому посмотрим. Газета «Нью-Йорк Таймс» выпустила статью о переходе мира к более рискованной ядерной эре. Для этого не надо быть «Нью-Йорк Таймс». Для этого понятно, что если Путин начал проводить учения, значит, он готовится к ядерной войне. Потому что начать ядерную войну без учений он не может. У него ущербное ядерное оружие, советское. И нельзя пыхнуть просто так раз на кнопку нажал, и оно все полетело. Да, какая-то часть полетит, но очень небольшая. А Путин же хочет как бы испытать все, да, весь кайф. Я вполне допускаю, что кто-то сидит там из этих придурков шойговских и вчехляет ему, что если ты нанесешь удар первой, ВОЛО, то ты очень здорово разрушишь потенциал ядерной, военной, Соединенных Штатов, НАТО и так далее. Так оно и есть, на самом деле. То есть человеческие жертвы будут колоссальны. И, конечно, с Россией вместе с Путиным и со всей шоблой будет сразу же стерта с лица земли. Но удар он может нанести совершенно колоссальный, непоправимый урон. Просто непоправимый урон. Поэтому, конечно, это не подготовка к применению тактического оружия. Когда вам сейчас специалисты рассказывают, что ВОВА собирается применить тактическое оружие. Какой нахер тактическое? Для того, чтобы тактическое применить, никакие учения не нужны. Шарахнул и все. Подвезли куда надо, откуда надо стрельнули. А вот для того, чтобы применять стратегическое оружие, нужны определенные учения. Под этим предлогом можно выгнать всех в поле. То есть могут выехать мобильные установки, уйти в мореподводные лодки, взлететь ракетоносцы с ракетами и прочее, прочее, прочее. Что происходит? Учения проводят масштабные. Ну да, понятно. Так что, Нью-Йорк Таймс, в общем-то, должны были эту статью опубликовать хотя бы неделю назад. Тогда можно было бы сказать, что это авторитетная газета. А так это бояр. Власти Молдавии готовят законопроект, который позволит ввести в страну иностранный контингент. Я думал, что они уже приняли такой законопроект. По данным таможенного ведомства Китай, в апреле экспорт смартфонов в Россию сократился в три раза планшетов, в пять раз ноутбуков, в восемь раз. Ну, посмотрим, во что это выльется дальше. В Болгарии заменил газ российский на азербайджанский. Ну да, газопро вот этот южный поток. Так он и что-то и не заработал. А вот по турецкой трубе замечательно идет азербайджанский газ. Индийская Татапауа ликвидирует российскую дочку на Камчатке. Хотели уголь добывать, но как бы оказалось, что не очень выгодно. Я думаю, индийцам очень выгодно было бы добывать уголь на Камчатке, но, видно, условия изменились. В администрации Ферганской области прокомментировали видео из соцсетей, на котором посетители центрального Дакханского рынка Ферганы устроили ажиотаж возле прилавка с хлебом. Там не ажиотаж, там битва. То есть, там на копеечку хлеб этот, лаваш там какой-то был дешевле, да, и они там друг друга убивать начали. Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку сепаратистов в Тайване. Ну, Китай в своем репертуаре, сейчас они сядут, в конце концов, за стол переговоров. Китай скажет, не, не будем трогать Тайвань, но вы нам вот то отдайте, отдайте нам Россию, отдайте нам Украину, Беларусь, там, ну и еще полмира. Американцы скажут, да, только не трогайте Тайвань. Ну, в общем-то, это была домашняя заготовка, так и было продумано. В Казахстане задержали пострадавших от пыток при расследовании беспорядков. Видите, как они от пыток пострадали, так их еще и задерживают, теперь будут допрашивать. Молдавия будет срочно укреплять свою армию, спикер парламента дадут Молдавию укреплять армию. Кому выгодно, чтобы Молдавию укрепляла армию? Никому абсолютно. Поэтому, за счет чего? За счет своих средств Молдавия будет укреплять армию. Рогатка наточит из, там, яблоневых деревьев, да, или что ли, думают они, Запад будет им броситься давать оружие. Или будет Румыния поставлять оружие. Румыния может поставлять свое оружие, там не так много. Старый автомат Калашникова и прочее, прочее, может быть, и даст. А остальное? Сейчас современный мир. В Молдавии некому брать в руки оружие, я не шучу. Да, я вижу, молдаван, которые очень неплохие бойцы, и я так понимаю, в каких-то частных военных компаниях работают, работают в частных охранных фирмах, только они не в Молдавии. Я их тут недалеко от себя вижу, в большом количестве, и Гагаузов, и Молдаван. То есть, чем они занимаются? Ну, каким-то символым решением вопрос. Германия должна ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы сократить потребление нефти. Нихера себе, да, если сократится скорость, то увеличится потребление нефти. Это их кто-то разводит. Это вранье. Помните, когда огромное количество горючего употреблялось в Лондоне, и как побороли лондонский смог? Как побороли лондонские пробки, как побороли лондонский смог? Помните как? Убрали из Лондона троллейбусы. Какая связь, скажете вы, троллейбус, он электрический, блядь, и смог, который двигатель в внутреннем сгорании. Троллейбус неповоротливый. Троллейбус создавал пробки, в пробках стояли машины, скорость снижалась значительно в Лондоне, и из-за снижения скорости выбрасывалось огромное количество отработанных газов, и кроме того, сжигалось огромное количество горючего. Как только побороли эти троллейбусы, сразу экономия горючего кратно, в несколько раз произошла. Так что, я не знаю, чем они там думают, но думаю, что точно не головой. Вот интересная новость, в Хорватии задержали участницу Пусси Райт Ниязову, и представляете, задержали ее по запросу Интерпола, то есть вот этой организации, которая, в общем-то, работает по кальке еще фашистской. Да, помните, когда еще Интерпол Кальтенбруннер возглавлял, то есть кто дал запрос на задержание? Ашхабад, то есть Туркменистан, еще в 2003 году сделал запрос на задержание Ниязовой. За что? Ну, потому что она тогдашнего Туркмена Баши не любила. Представляете, она тогда не любила Туркмена Баши, ее сейчас задержали, понятно, что ее отпустят. А кто инициатор? Интерпол. Да это не охереть, только за это этот Интерпол надо разогнать. Как вообще можно существовать такая интернациональная полиция? Вот я могу сказать только одно. Когда мы возьмем власть в России, мы выйдем нахер из Интерпола. Это фашистская организация, мы там не будем присутствовать. Мы свои вопросы будем решать сами. Никакая интернациональная полиция нам не нужна. Мы сами по всему миру будем вылавливать, независимо от юрисдикции и суверенитета государств, вылавливать там преступников и притаскивать их в багажнике и все. Потому что это херня полнейшая. И работать в рамках фашистской организации Интерпола ни одна нормальная сторона не может. Что такое Интерпол сегодня? Это система, созданная международными преступниками для облегчения действий международной преступности. И не более того. Мне ли этого не знать, если я в розыске Интерполом нахожусь? Можете себе представить? Против Интерпола не надо говорить. Пишут. Ну да, суть по всему так и есть. Сразу как залупились. Это я вам скажу. Сейчас Всенародный комитет по борьбе с Путиным забанили в фейсбуке. А знаете почему забанили? Потому что за одну только фразу. За одну фразу забанили. Тот, кто грабил Россию, должен быть уничтожен. То есть они все... Пожалуйста, Путин это может хренососить. Как это в святое дело грабить Россию для фейсбука и его лидеров? Как это уничтожить тех, кто грабил Россию? А как же тогда жить-то дальше? Блядь, жуть. Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России. Видите, как здорово. То есть этот Гоглоев как только вступил в свои права, принял присягу, а Бибилов референдум назначил. Но Бибилов раньше об этом говорил, чтобы на выборах победить. Он, видно, понимал, что проиграет. Ну, по крайней мере, не знаю, понимал ли Бибилов. А я понимал и вам сказал, что этому Бибилову конец. И вот этот Бибилов накрылся одним местом, а Гоглоев решил, что тоже с путинским не стоит ничего по поводу референдума иметь дело. Сейчас я думаю, что он будет обращаться к Турции. Вот Гоглоев, я думаю, что сейчас полезет своей любовью к Турции и будет как-то пытаться с ними наладить контакт. Потому что кто его может защитить от Грузии? Ну, только Турция. Путин уже не защитит. Вячеслав, как вы думаете, Китай нападет на Тайвань? А зачем? А зачем Китай нападать на Тайвань? Там живут китайцы. Ему нужен Тайвань, где живут китайцы, что ли? Китайцы очень хитрые люди. Сейчас они, китайцы Китайской Народной Республики, будут запугивать весь мир, что они отожмут Тайвань и под эту муху будут договариваться с американцами и с кем угодно. А он им нафиг не нужен. Они же тысячелетнюю империю строят. Они же понимают, что рано или поздно Тайвань все равно упадет к ним в руки. Поскольку там 23 миллиона человек проживает и полтора миллиарда китайцев. О чем речь-то вообще? Поэтому это просто разводка, это китайская разводка для американских политиков. Хотя я думаю, что многие американские политики это понимают и просто играют в эту игру, которая навязана международной преступной группировкой, которая пытается править миром. Вот и все. Субтитры делал DimaTorzok